итак доброго времени суток друзья приветствую всех на канале эрзон гейм сегодня мы зайдем на один открывшийся проект на базе игры gta 5 но он не в рп направлении это направление выживания survival называется он зомби ран ну и надо сказать что ран бег здесь ключевое слово ну давайте заходить и смотреть что из себя представляет данное направление ну а начать я предлагаю с того что во первых данное направление ну так скажем не широко распространено до игра gta 5 не балует нас выживалками ну а это именно выживал к выживал к постапокалипсис зомби мод можно как-то так это назвать как же это выполнено и с чем мы столкнемся когда сюда заходим первое что хотелось бы сказать направление интересное но вот исполнение данного мода вызывает сомнения на самом деле и вот первое что бросается в глаза это что мод абсолютно не переведет есть несколько переведенных слов там например ткань переведено что-то еще там было переведено но основная масса и как например вот даже пояснительное меню они не переведены то есть я например человек который не знает английского языка открываю эту вкладочку но для меня это все на филькина грамота мод не переведет как всегда вот этот подход разработчиков давнее лень да может быть и не умею не хочу а разбирайтесь сами ну такое себе решение на самом деле ну а второе что тут же бросается в глаза когда мы заходим это абсолютно непонятные точки появления персонажа после смерти вас игра рандомно определяет на какое-то место на карте и вот эти вот места видно что над ними авторы не работали вообще просто рандомное появление никакой безопасности нету и вот даже когда я зашел я первым делом открыл меню ознакомление чтобы посмотреть почитать что-то да и тут же на меня накинулись зомби ну слава богу что они очень легко убиваются но тем не менее то есть ну можно было бы сделать чтобы например персонаж появлялся в каком-то более-менее безопасном месте но персонаж появляется хрен пойми в каком месте ну вот это все мы потом еще увидим а пока давайте оценим в целом это игровое направление данный проект что он из себя представляет и как ему надо играть для начала надо сказать что на данном проекте есть две схемы игры честное и нечестное сначала начнем с честный что я имею ввиду говорят честно и не честно честно это вот мы появляемся и как бы внедряемся в этот мир занимаемся лутанием стрельбой убиванием зомби выживанием в общем просто говоря да ну а нечестный здесь есть некая админ панель который позволяет вам например бегать здесь в режиме бога перемещаться моментально до на клавишу f2 нажимаете и все вы в невидимом состоянии можете лететь над всей картой вот такое вот есть зачем это сделано не знаю но давайте сначала начнем с честного направления да я зашел я играю я не трогаю для начала админ панель опять же таки зачем она я не знаю вот не знаю действительно но мы будем рассматривать для начала честное направление вот мы появились вот открытый мир вот мы выживаем и с чем же мы здесь сталкиваемся первое что мне например очень не понравилось это жажда и голод который нас тут наступают очень очень быстро то есть вы его ну практически моментально хотите есть пить и если с едой на этом проекте все в общем то в порядке вы ловите какого-нибудь волка собаку лучше всего корову с нее больше выпадает мясо и все у вас как бы с едой вопрос решен то вот с водой на данном проекте но я бы сказал напряженка воду можно найти только вот в таких вот синих баклажках и все но эти синие баклажки разбросаны крайне редко а если вы например очутитесь городе а я говорил да что игра вас рандомно кидает то в городе вы воды вообще не найдете очень очень редкий шанс что вам выпадет вода из мусора мусора очень много его надо лутать постоянно бегать и собирать и с этим вот с этим лутанием связана вторая проблема данной сборки данного проекта когда вы лутаетесь вы просто бежите и собираете эти мешки у вас возможности посмотреть что там нету но если вы на лутали слишком много а индикации никакой на экране как вы можете заметить нету если у вас перегруз в мешке в вашем рюкзаке который вот вы видели да как обозначен такая менюшечка открывается на enter и она выглядит видео то я рюкзачка так вот если у вас будет перевес о котором вы естественно никак не узнаете индикации то никакой нету вы можете узнать только открыв меню этого вот рюкзака и там будут циферки не серый а красный ну что значит у вас перегруз но вы еще расскажу этого не узнаете и нет надпись всплывает о том что вы перегружены но только эта надпись большинстве случаев наверное в девяти из десяти будет закрыта вот этой постоянно выплывающей подсказкой которую вы видите в левом нижнем углу там гласит что вы пришли на проект такой-то такой-то это о том что здесь нельзя стримить без разрешения администрации они выскакивают постоянно и они перекрывают вот эту надпись о том что вы перегружены поэтому велика вероятность откиснуть просто от перегруза но в момент перегруза шкала еды и воды начинает моментально гаснуть таким образом авторы решили сделать уставание персонажа что ли ну на любовь наверное выживалки в любой вернее выживалки скорее всего так надо сказать когда у вас есть какой-то перегруз вы перестаете быстро бегать да здесь почему-то решили что если у вас перегруз вы моментально хотите пить а как я уже сказал с водой проблема реальная проблема здесь в отличие например от того же дэйза вы не можете попить из лужи из речки нет только бутылированная вода исключить ну зомби апокалипсис понятно чем мы будем пить из озера бактерии еще каких-нибудь нахватаем не только бутылированная вода который найти очень и очень сложно поэтому я например больше своего количества раз умер от того что просто я не знал что я с перегрузом и вода моментально кончается и вы откисаете не знаю кто так рассчитывал но вот это вот жажда и голод конечно очень и очень мешают игроку наслаждаться игровым процессом я например убежден что в подобном игровом направлении режиме жажда и голод не должны быть настолько значимыми как вот это настроено здесь да конечно же это наверное все зависит от настроек от авторов на можно сделать увеличить жажду можно наверняка сделать меньше но вот на данный момент это так и действительно эта проблема вы только и бегаете что ищите воду и еду ну как я сказал что с едой еще более-менее нормально то вот воду приходится постоянно искать и на проекте есть магазины в которых тоже есть продукты но они закрыты чтобы попасть какой-нибудь магазин нужно найти ключ где найти ключ не знаю мне один раз попался ключ в неких лутбоксах да они загораются на карте и надо туда бежать и искать этот лутбокс подбегая к нему нажимаете букву е идет шкала символизирующая ваше открывание видим взлом его ну и там появляется какой-то лут ничего на самом деле полезного ни разу мне не выпало выпадали стволы но без патронов я находил патроны но без стволов за все время игры на этом проекте мне удалось пострелять только в нечестном режиме о которой я расскажу чуть чуть позже в честном режиме я так ни разу ствола и не нашел не знаю опять вот что за настройки такие на данном проекте либо находишь патроны без ствола либо находишь ствол но без патронов вот такая вот задумка ну а касаемо лутбоксов в них не один раз выпал ключ от магазина видимо от любого в любой магазин подбегаете но тут надо сказать что на карте ни одна точка кроме вот этого то что я вам сейчас показываю не обозначена это базы красные базы враждебные желтые базы это база на которую в которой вы можете вступить не базы наверное даже организации некие которые вы можете вступить только в том случае если она желтого цвета если она желтая она нейтральная к вам и вы можете в нее вступить но вступление стоит тысячу долларов мне за все время игры удалось накопить 70 где тут взять тысячу долларов не знаю серьезно не знаю косяков на проекте на самом деле очень и очень много вот если взять например магазин до в которую я все-таки нашел ключ в одном из лутбоксов и надо сказать что нашел я это все нечестным путем по честному мне так и не удалось найти в этих лутбоксах ничего хорошего ну во первых пока да я до него бегу жажда и голод меня добивают да потом после возрождения можно вернуться за своими шмотками они будут обозначены черепушкой на карте подобрать их но как показала моя практика пока ты бежишь до вместо своей смерти а потом опять до лутбокса опять жажда тебя убьет все равно все равно ты откиснешь поэтому я например даже и не бегал поэтому говорю что по-честному мне не удалось найти ни разу ни одного ключа только используя год мод я смог найти ключ и открыть вот этот вот магазин но что мы видим магазине еда и алкашка воды опять нету вы сейчас это можете видеть воды нету вот вообще нету я и говорил что ну проблема с водой а конкретная проблема также в магазинах можно брать наличку с кассы но вот попробуйте среди вот этого всего изобилия взять именно кассу выбрать что-то одно невозможно вот вокруг вас горят вот эти вот название назвали название с буквой е чтобы выбрать кассу и взять оттуда сраные 30 баксов вам сначала надо собрать все вокруг а это как я уже говорил перевес а перевес это что это жажда так вот я пока открывал эту кассу два раза откис просто от жажды кто так настраивать проекте ну вот я хрен его знает серьезно задумка интересная мне очень понравилась задумка как я уже сказал проекта gta 5 не балуют нас с у свайл режимом до выживал достаточно интересный сделано открытый мир зомби зомби убиваются не тяжело в принципе кстати они убиваются легче рукой или ножом чем например из пистолета с пистолетом в него надо выстрелить пять раз а кулаком можно убить одного удара тоже очень странная настройка ну ладно этому мы коснемся чуть позже а пока вот так сказать экономического направления этого проекта где взять тысячу долларов я так и не понял серьезно я все бегал я не понял даже нечестным путем я не смог насобирать тысячу а именно столько надо чтобы вступить вот в эту нейтральную организацию на территории этих нейтральных организаций есть гаражи какие-то магазины но я этого ничего не смог увидеть просто по той простой причине что тысячу долларов я серьезно не знаю где найти можно иногда там примерно с каждого двадцатого зомба вам может выпасть помимо тряпок и мусора может выпасть например один доллар с кассы я говорил даже что если вы добежите до магазина магазины нигде не обозначены если вы знаете карту если вы помните где есть магазины вы можете туда забежать например магазин одежды открытые магазины с оружием едой они закрыты и то есть только в магазинах одежды можно набрать какие-то там мелочи это это 10 20 30 баксов это это если вы помните потому что на карте нету ни одной метки вообще ни одной вы просто бегаете куда-то ну и по луту мы что же попадается в этом луте в основном это мусор металлический мусор пластиковый мусор какие-то электронные запчасти для чего это все я не понял скорее всего это надо будет куда-то продавать может быть вот на той базе нейтралов куда вы вступите да как я говорил если она стала желтой вы можете на нее попасть и вступить туда и там будут магазины которые пока вы не вступили туда вам не доступны может быть эти организации эти базы эти группировки каким-то образом вам прописывает администратор не знаю может быть даже и не за 1000 долларов но я по я я понял что только за 1000 долларов может туда вступить нарисован человечек нему подходишь там все на английском но сколько мне хватило английского языка 1000 долларов стоит вступить туда чтобы перед тобой открыть эти магазины может быть после вступления вы можете этот весь хлам туда сдавать может быть но пока он вообще бесполезно куда его девать непонятно также можно найти воду из полезных можно найти топливо и топливо тоже находится в бочках и опять по проекту как вы можете заметить вываляются машины какие-то дымятся они не заводятся какие-то не дымятся их можно завести но завести их можно только в том случае если у вас есть топливо по топливу за городом они расположены топливо можно найти вот в таких вот бочечках и принципе загородом это не так сложно найти можно там вокруг вокруг аэропорта загородного аэропорта имеется ввиду там и вот я видел много бочек разбросано с топливом в общем то топливо можно найти но только за городом если господин рандом с рандомил вас ваша точка появления в городе вы не найдете в городе вообще ничего не топлива не воды ни хрена иногда очень очень редко можно взять одну единицу топлива с машины но это тоже очень редко не только вот в основном нас этих бочек топлива выпадает при имении топлива вы можете взять машину ехать на ней но тоже опять же таки недолго потому что топливо как и жажда кончается очень очень быстро постоянно нужно заботиться о том чтобы у вас было топливо много топлива вы с собой не возьмете опять перегруз опять жажда опять откисание ну вот так вот настроен проект очень мне показалось очень сыро и ну нет не протестировано вот я бы наверное сказал так ощущение такое что кто-то вот где-то раздобыл эту сборку нисколько ее не протестировав вот открыл давайте пожалуйста играть очень очень сыро не протестировано не настроено все в общем то вот больше про это наверно мне сказать то и нечего давайте перейдем к нечестной стороне этого проекта то есть можно пользоваться админ панелью вот опять вот зачем она ну вот то не знаю я не знаю то есть если вы заходите на проект и сразу же понимаете что на букву м вы можете себе настроить и год мод там и все 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 и и быстрее перемещение то зачем тогда все остальное это то что я сейчас рассказывал ну зачем вот абсолютно непонятно ну да я включил год мод я включил клавишу f2 стал прозрачным и летать по всей карте ну и в чем тогда интерес этого проекта я чего-то недопонимаю то есть либо вот так вот либо вот так вот я считаю ну не знаю ну действительно не знаю зачем здесь вот это вот админ панель который позволяет вам настраивать персонажа делать его бессмертным не знаю серьезным вот не знаю опять же таки кажется что ну вот кто-то да где-то добыл вот эту вот сборку этот проект а какие пользоваться особого понимания нету ну в общем то об этом написано и в группе вконтакте что на проект фановый открыт для просто увеселения за популярностью это я говорю дословно за популярностью мы не гонимся проект всего на 10 слотов ну в общем то типа вот заходите просто получаете удовольствие поэтому ну вот такой вот проект на котором можно зайти включить год мод и вот таким вот образом летать надо сказать еще что когда вы пользуетесь вот это вот админ панелью да и хоть раз вы полетели над картой в режиме прозрачности и год мода возвращаться обратно честно игре уже нету никакого желания все вы выполнили вы понимаете что есть возможность неуязвимости вы можете тэпаться с одной с одного края карты на другую собирать эти вот ящики вы можете проходить через стены в магазины ну а какой тогда вообще смысл в этом проекте я понял что ну вот я на нем поиграл да я устал от этого проекта через 20 минут все то есть как бы я наигрался и больше без туда вообще не тянет но по крайней мере вот с такими настройками ну а после того как я включил вот это вот неуязвимость я понял что мне вообще интереса никакого больше нету и дальше я просто летал по проекту чисто для того чтобы поснимать и какой-то материал вот для этого ролика ну и наверное все больше мне об этом проекте особо рассказать нечего заканчивая это видео скажу что да проекция есть он открыт он играбельный как бы есть группа вконтакте можете зайти перейти там мы есть описание как сюда попасть побегать минут 20-30 как и говорится в группе вконтакте так получить удовольствие да но что-то серьезного от этого проекта наверное ждать и не стоит но тем не менее он есть он открыт на и вы можете зайти и поиграть правда здесь как вы можете заметить все время выскакивает табличка о том что авторы против того чтобы кто-то заходил и стримил с этого проекта она кстати выскакивает постоянно это опять говорит о том что у авторов нету умения видимо и возможности по настройке проекта менюшки иногда наслаиваются вот эти менюшки предупредительные и ознакомительный постоянно выскакивают 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 они вообще никогда не успокаиваются опять же такой-то цель к тому что ну пох похоже на то что автор просто не умеет распоряжаться и настраивать проекты просто у каким-то образом он появился и появился заходите и играйте ну и наверное на этом все проект называется зомби ран заходите играйте получайте удовольствие ну а у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел и всего вам доброго до конца и Субтитры сделал DimaTorzok